В четверг днем у остановки Кафедральный собор. Из-за невнимательности водителя Короллы Аксио пострадала беременная пассажир Део 34 маршрута. Автобус, в котором ехала женщина, двигался в сторону железнодорожного вокзала. За секунды до ЧП шофер автобуса начал перестраиваться из левого ряда в правый. Вдруг внезапно тут машина стала проулка выезжать. Я по тормозам, по сигналу. Она быстренько проскочила, а тут девушка не удержалась рядом, готовилась к выходу. Ну и прилетел мне в лобовое стихо. Автомобилистка, спровоцировавшая аварийную ситуацию, заявила, что не видела маневра ехавшего по главной дороге водителя автобуса. Горожанка считала, что полоса, на которую она собиралась выехать, абсолютно свободна. Я его не видела. Я видела издалека, но я не видела, что он перестраивается. Ну и все. Я выехала и поехала. Подъехала, красный свет загорелся. Я остановилась, в зеркало смотрю, автобус стоит и кондуктор машет руками. Сообразив, что жестикулируют ей, автомобилистка уже пешком подошла к автобусу и только тогда узнала, чем обернулась ее невнимательность. Несмотря на то, что столкновения между ее автомобилем и Део не было, уезжать с места ЧП женщина не стала. Я вижу, что машут, значит что-то не то. Я добросовестный водитель, поэтому я сразу вернулась. То, что автомобилистка не побоялась ответственности и не уехала, делает ей честь. Однако, насколько добросовестно она поступила как водитель, можно судить по записи видеорегистратора, установленного в автобусе. Део приближается к проулку, на выезде из которого стоит Аксио. Едва водитель начинает перестроение, на дорогу выезжает иномарка. О том, что на ветровое стекло падает женщина, ясно из-за появившейся трещины и характерного сотрясения. Опасных травм она не получила. В больнице обнаружили только ушиб тазобедренного сустава. Лечение Хабаровчанка будет получать амбулаторно. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.